Друзья, всем привет! Вы на YouTube-канале Авиамания. Это канал о том, как путешествовать самостоятельно. И сегодняшняя тема нашего разговора – Лиссабон. А если быть точнее, путешествие в Португалию самостоятельно. Я хочу рассказать вам о том, как добраться из аэропорта в город и в каком районе лучше остановиться. Тема кажется очень простой и недостойной отдельного разговора, но это не так. Потому что как только я столкнулась с выбором отеля, с выбором способа осмотра достопримечательностей, то сразу же появились нюансы. Именно обо всех этих нюансах я и хочу вам рассказать для того, чтобы сберечь ваше время и сэкономить ваши деньги. Итак, начнем. Я открыла гугл-карты. Это всем известный сервис. Здесь в поисковой строке пока вбила просто Лиссабон. Как мы видим, аэропорт Портелло – это главный аэропорт столицы Португалии – находится не так далеко от города. Но давайте все-таки немножко взглянем на этот вопрос подробнее. Рассмотрим его, чтобы понять, куда именно нам нужно попасть из аэропорта, какой район выбрать. И постепенно будем переходить к транспорту, потому что на самом деле две эти темы очень тесно переплетены. Если посмотреть на фотографии Португалии, то мы видим маленькие улицы, старинные дома, красивые трамвайчики. И все это на самом деле старый город. Это один очень известный исторический район, который называется Алфама. И он находится вот здесь. Но в этом районе сосредоточены далеко не все достопримечательности, которые нужно посмотреть. Потому что если мы немного уменьшим карту, то увидим, что, например, знаменитый мост 25 апреля. Вот этот мост, он находится немножко в стороне. Если посмотреть на Лиссабонский океанариум, то он тоже удален от центра. Зоопарк, ну и так далее. Можно разные достопримечательности кликать. И мы увидим, что они находятся совсем не в районе Алфама, в котором так много знаковых мест. То есть в случае с Лиссабоном не очень-то очевиден выбор района города. Конечно, вы можете сразу же посмотреть, как добраться из аэропорта именно в этот район Алфама. И больше ничего не рассматривать. А можете поступить так же, как я. Я выбрала альтернативный вариант, потому что помимо посещения непосредственно достопримечательностей города, мы наметили также поездку на юг страны. А именно на курорт, который называется Албуфейра и находится вот здесь, на берегу океана, недалеко от Фаро. Таким образом, мне интересно в Лиссабоне осмотреть основные достопримечательности, а потом железнодорожным транспортом на поезде добраться на юг страны. Там уже мы арендуем автомобиль и начинаем кататься по побережью. Но в данном случае мне интересны транспортные развязки, недорогой способ добраться из аэропорта и удобный осмотр достопримечательностей. Исходя из всех этих моментов, будем рассматривать вопрос, где поселиться и как добраться. Итак, давайте приступим. Первое, что мы сделаем, это рассмотрим, какими способами можно добраться из аэропорта в центр. Для этого я заранее подготовила и открыла сайт. Так же, как и во многих европейских городах, в Лиссабоне есть шаттлбасс. И на него можно купить билеты заранее, либо уже непосредственно на месте. Стоимость билета составляет 4 евро на месте, 3,6 евро, если вы покупаете билет на сайте. Это на одного человека в одну сторону. Соответственно, билет туда-обратно из аэропорта и обратно в аэропорт обойдется вам дешевле. Шаттлбасс имеет два маршрута. Это маршрут с большим количеством остановок и не очень большим интервалом. Каждые 20 минут автобус отправляется из аэропорта в город. Вы можете выйти на удобной вам остановке. Либо воспользоваться вторым маршрутом, который идет из аэропорта на железнодорожную станцию Сетериос. Сейчас мы откроем ее на карте для того, чтобы все было наглядно. И все-таки посмотрим маршрут альтернативный шаттлбассу. Потому что это не самый выгодный способ добраться в город. Расстояние от аэропорта до железнодорожной станции Сетериос порядка 7 километров. Может быть чуть больше. Ну и преодолеть его можно на общественном транспорте, либо на шаттлбассе. Давайте вернемся на сайт автобуса. Во-первых, если вы прилетаете днем, то никаких проблем. У вас есть большой выбор по транспорту. Мы сейчас рассмотрим все возможные варианты. Заранее говорю, что помимо шаттлбасса это будет метро, автобусы или такси. Если вы приезжаете днем, то никаких проблем нет. Выбираете удобный вам вид транспорта, оплачиваете и, соответственно, наслаждаетесь поездкой. Но если вы приезжаете ночью, ваш выбор ограничен. Потому что шаттл по второму маршруту ходит до 19.30. По первому маршруту он заканчивает движение в 21 час. То есть, соответственно, все поздние прилеты, они уже чреваты переплатами за такси. Сразу оговорюсь, что если вы поедете на такси по счетчику, то стоимость поездки в среднем составляет 15 евро. Это может быть больше либо меньше. Есть трансферы с фиксированной оплатой, которые составляют порядка 20-30 евро в зависимости от компании и какие они делают накрутки. Ну а по счетчику тоже стоимость может меняться. Также в Португалии работает Uber. Вот так мы сразу и сходу в начале видео рассмотрели самый дорогой способ, как добраться из аэропорта в центр Лиссабона. Тем не менее, этот способ подходит тем, кто приезжает ночью. Но мы вернемся к вопросу. Не будем задерживаться на остановке Сете Риос. Я хочу вам показать, где остановимся мы и почему. Итак, из аэропорта до нашего отеля можно добраться общественным транспортом. Меньше, чем за полчаса. На самом деле, это можно сделать на уже оговоренном нами с вами шаттле. Потому что остановка Сете Риос находится недалеко от нас, можно сказать, в пешей доступности. Тем не менее, мне кажется, что удобнее будет другой вид транспорта. Это автобус. Если рассмотреть все по шагам, то мы видим, что это 17 остановок в пути. Здесь есть номер маршрута. В этом плане Google карты очень удобный сервис, потому что на них можно посмотреть, каким способом добраться, перейти на сайт перевозчика и узнать всю информацию, вплоть до стоимости проезда и времени выезда. Остановка автобусов находится прямо около аэропорта. Она, собственно, так и называется аэропорту. И нужная нам конечная остановка недалеко от апартаментов называется площадь Маркиза Помбала. Это, кстати говоря, тот самый министр Маркиз, который восстановил Лиссабон после трагического землетрясения 1755 года. И именно от этой круговой площади начинается широчайший проспект Свободы, который идет в сторону старого города. Но обязательно нужно прогуляться по этому проспекту и посмотреть на то, как из современного Лиссабона вы постепенно придете в район Алфама с высокими подъемами, узкими улицами и колоритными трамваями. Но все-таки вернемся. Итак, мы для проживания выбрали район как раз этой площади. Почему? Это достаточно крупная транспортная развязка. Помимо автобусной остановки, на которой нам удобно приехать прямо из аэропорта, здесь находится линия метро. Эта линия метро ведет как в сторону старого города, то есть мы можем буквально за несколько остановок добраться до того самого района Алфама, так и в обратную часть для того, чтобы доехать до железнодорожной станции Сете Риоса, о которой мы уже с вами говорили. То есть таким образом получается, что мы находимся, можно сказать, в пешей доступности от достопримечательностей, в то же время на одинаковом расстоянии удалены и от старого города и главных его достопримечательностей, и от транспортной развязки, которой будем пользоваться для того, чтобы уехать на юг страны. Кстати говоря, со станции Сете Риос также отправляются поезда на очень известный, не могу сказать курорт, скажу по-другому. Это очень известная достопримечательность, знаковое место Синтра. Наверняка вы слышали, это национальный парк, в котором находятся дворцы, в котором находится Кинто де Регалейра. Это знаменитый колодец девять кругов ада, который уходит глубоко под землю, подземная башня. Можно спуститься и мы планируем, конечно же, поехать в это место, поэтому такое местонахождение очень удобно. Селиться непосредственно около железнодорожной станции тоже можно было бы в таком случае, просто нам нужно было бы дольше ездить в центр. Поселившись около площади Маркиза, мы можем, собственно говоря, прогуливаться пешочком по главному проспекту и прямо-прямо прийти на площадь Коммерции, знаменитую площадь, от которой уже рукой подать до района Алфама. Итак, немножко подробнее об автобусе, на котором мы планируем поездку и также поговорим о метро, потому что, в отличие от нас, вы можете выбрать для проживания, допустим, место недалеко от площади Коммерции. В таком случае вам придется пользоваться комбинированными видами транспорта, то есть добираться и на метро, и на автобусе. Итак, у нас здесь же на гугл-картах есть ссылка на перевозчика. Перевозчик называется Caris, мы прямо отсюда переходим на сайт. Переводить его не нужно, выбираем английский язык. И, соответственно, видим вот такие вот желтенькие автобусы и трамваи. Что нас интересует? Нас интересует стоимость. И вот мы сразу же перешли на нее, кликнув по ссылке. 1,5 евро стоит комбинированный билет на метро и автобусы на час. К слову, Лиссабон достаточно небольшой город, поэтому за час из аэропорта, даже комбинируя транспорт, вы вполне себе комфортно доберетесь до нужного вам места. То есть, собственно, по сравнению с шаттл-басом экономия значительная. Здесь у нас 4 евро, ну либо 3,6, если покупаете заранее, стоит билет в одну сторону. Если вы воспользуетесь общественным транспортом, то за 1,5 евро доберетесь с пересадками или без зависимости от того, куда именно вам нужно поехать. Если вы решите купить билет не заранее или не по времени, а именно на месте, непосредственно в автобусе, то он обойдется вам в 2 евро на автобус и в 3 евро на трамвай. Это достаточно невыгодно в данном случае. Все равно дешевле, чем шаттл, но менее выгодно, чем комбинированный билет на несколько видов транспорта на час. Также есть проездные билеты. Проездные билеты на 24 часа, например, метро 6,40 евро. Ну и другие разные виды проездных билетов. Купить можно в автомате, купить можно непосредственно в кассе. Как это происходит, по факту мы вам обязательно покажем, потому что мы полетим в Португалию и будем пользоваться общественным транспортом. То есть сейчас мы с вами определили, что такси это от 15 евро, шаттл от 3,6 евро, автобус и метро, куда бы вам не нужно было добраться, если вы успеваете за час, это 1,5 евро на человек. Это самый дешевый способ. Ну и давайте теперь с вами рассмотрим вариант, что вы поселились не в том районе, где мы, не в районе площади Маркиза Помбала, а допустим недалеко от площади Коммерции. Знаковое место, популярное у туристов, потому что здесь начинается проспект Свободы. Здесь много достопримечательностей и недалеко находится старый город, поэтому достаточно популярное, но все-таки дороговатое место для тех, кто обращает внимание на стоимость проживания. Я предпочитаю апартаменты с высоким рейтингом, немножко удаленные от центра. Я не против прогуляться или воспользоваться транспортом, но предпочитаю сэкономить. Кстати говоря, если вам интересны конкретные маршруты на карте, уже проработанные, если вам интересны в каких апартаментах остановимся мы, блогеры канала Авиамания, то вся эта информация будет по ссылочке в описании под данным видео. Итак, а мы посмотрим с вами, что для того, чтобы приехать на площадь Коммерции, вы уложитесь в час, но придется скомбинировать несколько видов транспорта из аэропорта. Например, если мы посмотрим по шагам, то сначала нужно будет проехать на метро 11 остановок, далее сменить линию метро и уже по синей ветке еще несколько остановок проехать. Есть и другие способы, там где вы комбинируете не метро, а например метро и автобусы или только автобусы разных маршрутов. Но в любом случае вам придется комбинировать. То есть по стоимости вы, конечно же, потратите те же полтора евро, но по времени вы потратите больше, во-первых. Во-вторых, силы тоже придется потратить. Если вы к этому относитесь достаточно просто и с чемоданами легко преодолеваете сложности пересадок, хорошо ориентируетесь в европейском транспорте, то в таком случае вам это никаких проблем не доставит. Вы можете выбирать апартаменты или отель в районе Алфама, в районе площади коммерции, в принципе Реаль. Это такие достаточно фешенебельные дома. Ну, собственно говоря, в любом районе города и все равно потратите те же небольшие деньги на проезд. Ну, а я, собственно, уже вам рассказала, почему выбрала апартаменты, расположенные недалеко от транспортной развязки. И еще хотела кое-что сказать. В пешей доступности от наших апартаментов находятся интересные достопримечательности, которые не относятся к старому городу. Туда мы поедем обязательно. Это, во-первых, парк Эдуарда 7. Очень красивый парк. Он находится на возвышенности, поэтому интересно посмотреть на панораму города. Также в пешей доступности буквально несколько сот метров находится ботанический сад Лиссабона. Смотровая площадка 360 градусов, откуда интересно смотреть на закат. И еще одно знаковое место – это акведук свободной воды. Ну, на другие достопримечательности, такие как мост 25 апреля, ехать придется либо идти долго пешком практически из любого района, поэтому об этом мы говорить не будем. А что касается океанариума, о котором я сказала в начале видео, то мы разделили наше путешествие на несколько частей. И первые дни будем проживать здесь. Далее, как я уже говорила, мы отправляемся на юг страны, на курорт Альбуфейра. И дальше, перед вылетом обратно, решили остановиться как раз в районе, где находится Лиссабонский океанариум. Здесь на самом деле, кроме океанариума, есть еще очень интересные места, которые нужно посетить. И для того, чтобы не ездить далеко, мы выбрали именно это место. Здесь, кстати говоря, находится вокзал Ориенти. Это большой жизнедорожный вокзал, на который мы прибудем из Албуфейра на поезде. Соответственно, в пешей доступности отсюда находятся апартаменты, которые мы забронировали. Башня Васка-де-Гама, мост Васка-де-Гама, канатная дорога, которую нужно обязательно увидеть хотя бы раз. Ну и ряд других достопримечательностей. Пока не буду раскрывать все секреты. Основной вопрос, который я хотела рассказать, я рассказала. Мы с вами рассмотрели способы, как добраться из аэропорта Портелла в центр Лиссабона. Мы с вами рассмотрели разные районы с точки зрения того, где удобнее поселиться. Ну и, собственно говоря, некоторые советы и лайфхаки я вам дала. Для особо экстремальных путешественников хочу сказать, что на самом деле из аэропорта в центр можно дойти даже пешком. Расстояние порядка 6 километров, смотря куда именно вы пойдете. Но с чемоданами и в неудобное время это делать достаточно не то, чтобы рискованно, а утомительно. Поэтому все-таки, наверное, полтора евро это не та сумма, которую нужно экономить в данном случае за комфорт. Выбирайте любой удобный способ, который вам нравится. Пишите в комментариях о своем опыте или о своих впечатлениях. Может быть, какой способ выбрали бы вы. Не забудьте подписаться на канал, потому что впереди у нас не только полезные видео о том, как путешествовать по разным странам. Но и непосредственно сами выпуски из этих стран, потому что уже буквально через две недели мы отправляемся в Лиссабон. Поездка будет из Санкт-Петербурга в Таллин, из Талина в Швецию, из Швеции в Лиссабон. Поэтому, возможно, я еще буду снимать видео о том, где удобнее поселиться в Стокгольме. Например, о том, где удобнее поселиться в Таллине. Если вам интересны эти темы, обязательно пишите в комментариях, хотите ли вы смотреть подобные видео, нравятся ли они вам, полезны ли они вам и что в них нужно добавить. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Рекомендую вам перейти по ссылочке на статью на моем сайте Авиамания и присоединиться к тем, кто хочет и любит путешествовать самостоятельно. До новых встреч, друзья. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok